Дорогие друзья, я как всегда рада приветствовать всех единомышленников на моем канале. Сегодня хочу обсудить с вами неприятные, достаточно пугающие события, которые произошли на днях с заражением большой группы детей в России. Причем сейчас эти дети помещены в больницу Саратова, моего родного города, поэтому, естественно, я не могла пройти мимо этого пугающего события и должна была обязательно с вами это обсудить. А также поговорим о новостях вакцинации в мире и о том, как бурно развивается новая отрасль, новые вакцины и новая, вот что, платформа МРНК. Ну, давайте все по порядку. Итак, сразу расскажу вам, что там произошло, чтобы те, кто не в курсе, поняли вообще о чем речь. Значит, у нас с вами 21 декабря произошло страшное событие. Умерла в поезде 12-летняя девочка. У нее поднялась температура, медики пытались сбить эту температуру. Давайте почитаем, что пишут сегодня СМИ об этом кошмарном событии. Значит, 12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень-Адлер и еще 124 ребенка госпитализированы. У них высокая температура и признаки ОРВИ. Всего в группе 137 человек, 126 детей и 11 сопровождающих. Все дети уроженцы ЛНР. Ночью 21 декабря поезд прибыл на железнодорожную станцию Балашов Саратовской области, где сотрудниками медицинской скорой помощи был произведен осмотр всех детей сопровождающих. Мездрайвер сказали, что 38 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ. Губернатор Саратовской области рассказал, что ситуация находится под контролем. Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми. Организована группа из другого региона, поэтому для родителей создана горячая линия. Ситуации разбираются следственный комитет и прокуратура. В общем, друзья, как следует из новостей об этом ошеломляющем случае, 126 детей из ЛНР были отправлены в Тюменскую область в лагерь Олимпийская ребячка. Лагерь этот, в общем-то, собирал детей и якобы проводил там сборы, занятия, какие-то оздоровляющие процедуры, зарядка, совместные какие-то там мероприятия для детей. И, в общем-то, как выясняется, якобы по возвращению из этого лагеря у всех детей вдруг поднялась резкая температура, и одна девочка прямо в поезде скончалась, несмотря на то, что якобы медики пытались ее реанимировать. И большая часть детей сейчас госпитализирована в Саратове. Я решила порыться и поискать информацию в альтернативных источниках, кто вообще что рассказывает о происшествии. Вот, значит, пишут, дети заразились гриппом в лагере. То есть, изначально новость вышла о том, что якобы вдруг у всех поднялась температура в поезде, но, как оказалось, уже в лагере все дети болели. Вирусолог и главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи рассказал, значит, СМИ, что дети, оказывается, заразились в лагере. По его словам, с наибольшей вероятностью это гонконгский грипп. Дети заразились в лагере перед посадкой в поезд. Диагностировали грипп А, скорее всего, H3N2, который был распространен в последнее время в Китае. Его называют гонконгским гриппом. В 1968 году он вызывал большую пандемию по всему миру. Летальность его несравнима с той, что была на время гриппа в 2018-2019 годах, но было очень много заболевших. Дети начали жаловаться на плохое самочувствие еще в детском лагере, сообщает Уралмэш. У шестерых школьников была уже высокая температура, но медсестра разрешила ехать в поезде. Заболевших посадили в две ячейки плацкарта и закрыли занавеской. Через полдня жаловаться на состояние стали остальные дети. У всех поднялась температура выше 37. Их переселили в отдельные вагоны. Ребят сопровождали два медика из Краснодонской больницы. А у погибшей девочки сперва подскочила температура 39. После парацетамола упала до 37. Вечером школьница побледнела и потеряла сознание. Врачи пытались ее спасти. Делали искусное дыхание и массаж сердца. До приезда скорой помощи девочка скончалась на месте. В информации канала 9 детей увезли на скорой. Они находятся в тяжелом состоянии. Остальных разделили на группы с симптомами и без. Они на карантине в Саратовской инфекционной больнице. И вот интересно, Урал Мэш нашли маму скончавшейся девочки. И спросили, поговорили вообще-то с ней. Конечно, очень тяжело в этом состоянии. Я думаю, любой маме вообще что-либо говорить от шока. Но мама дала, значит, ответы на вопросы. Мать погибшей девочки винит олимпийскую ребячку, этот самый лагерь. Издание Урал Мэш пообщалось с матери умершей 12-летней девочки. Женщина винит смерть ребенка руководства лагеря олимпийская ребячка. По ее словам, они не реагировали на жалобы девочки на самочувствие. По словам матери, дочь звонила и говорила, что болеет. А ее подруг гнобят вожатые. Никто не лечил девочку. Только поместили в изолятор, когда заболели остальные дети. Вожатые матери говорили, что с детьми все хорошо. Перед посадкой в поезд в состоянии детей было в норме. Но на следующий день температура поднялась до 39. К вечеру девочка потеряла сознание и не очнулась. Матери сообщили об этом по телефону. Друзья, ну это какой-то абсолютно шокирующий, вопиющий случай. И самое интересное, что, во-первых, обратите внимание, в таких лагерях, ведь никогда не найдешь детей элиты. Детей таких очень высокосостоятельных семей. В основном вот эти какие-то такие, значит, ребячки, да, вот такие вот лагеря, созданы именно для детишек и семей-то бедных. И в особенности мы видим зачастую, что сейчас из, значит, регионов, где есть военные действия, да, ведутся вот детей якобы как благо, как помощь, как какое-то такое желание детишкам создать какие-то условия нормальной жизни, якобы родители вот отправляют их в эти лагеря. Но по факту мы видим, что творятся страшнейшие вещи. И, как всегда, страдают самые-самые уязвимые. Не дети, повторюсь, элитки каких-то благосостоятельных семей, да, которые вот там оказываются в этих лагерях, а именно детишки, которые уже насмотрелись на ужасы войны. Значит, ради интереса я зашла вот на их официальный сайт посмотреть вообще, что из себя представляет этот лагерь. То есть здесь в меню я нажала на «Сейчас в ребячке». И посмотрела специально вот, чем дети занимаются в течение дня. Вот у них здесь есть план дня. Значит, я зашла на план дня, здесь скачивается, значит, файл. И что я вижу, да, просто чтобы понять вообще, о чем речь, чем дети зимой могут заниматься вот в таком лагере, где, в принципе, нет никаких лыжных курортов, каких-то таких зимних занятий, да, классических. Нет, то есть это не горы. Это вот просто Тюменская область. И мне бы хотелось понять, действительно, чем дети зимой здесь занимаются. Они как бы преподносят свой лагерь как, ну, такого своего рода лечебницы и говорят, что у них там проводятся какие-то здоровительные процедуры. Но, как оказалось, вот во всяком случае из того, что я вижу, здоровительные процедуры представляют собой полоскание полости рта, и горло йодовой, значит, йодированной минеральной водой Тюменская. Пробуждающая гимнастика после сна. Разминка в постели. Самомассаж. Упражнение на пробуждение организма. Подтягивание. Ну, конечно, при желании это все можно сделать и дома. И такие, значит, гениальные оздоровительные процедуры, которые я видела здесь, действительно меня, ну, просто поразили, да, на этом сайте. Ну, потом они показывают, что дети в течение дня чем занимаются. Ну, типа вот какие-то сборы, посещение бассейна, значит, занимаются рисованием, изобразительное искусство, танцевальная минутка. В общем, все такое достаточно простецкое. То, что каждый ребенок и сам может поделать дома, либо походить на какие-то кружки вблизи дома. Но явно не вижу ничего такого, ради чего нужно ехать в отдаленную местность, в лагерь, который, в принципе, находится не в горах, не в каких-то действительно, не в каком-то шикарном месте, где можно заниматься лыжными видами спорта, да, или вообще видами спорта зимними. Ну, как-то так. В общем-то, понятное дело, что в таких лагерях никогда не встретятся дети элиты или вообще дети каких-либо благополучных, обеспеченных семей в такие лагеря, конечно, не попадают. Зачастую здесь всегда детки, к сожалению, из семей нуждающихся. И понятное дело, что, ну, все это так как-то выглядит, конечно, ну, как это сказать помягче, не солидно. Не то, чтобы не серьезно, потому что, в принципе, все расписано, кто чем занимается, вот фамилии, имена педагогов, вожатых, да. Но по факту вот это вот выдавание, значит, процедур оздоровительных, как таковые, на самом деле, являющихся обыкновенным полосканием рта, значит, йодированной водой, то, ну, простите меня, ну, что это вообще такое, да. Ну, дети собрались, там, позанимались зарядкой в постели, самомассаж и там побегали вместе, порисовали вместе. Ну, стоит ли для этого ехать в такой тяжелый зимний период, так далеко от дома, не знаю. Конечно, сейчас нам никто не скажет, и вряд ли мы когда-либо узнаем правду, что было перед тем, как дети начали болеть. Были ли какие-то процедуры, да, учитывая, что лагерь все-таки позиционирует себя как именно оздоровительный лагерь, да, и, кстати, заявлены различные оздоровительные процедуры, какие-то полоскания, прием каких-то оздоровительных, возможно, я не знаю, пищи, да, или препаратов каких-то, либо мы не знаем, может быть, там проходила даже какая-то обязательная иммунизация детей. То есть нам об этом с вами сегодня никто не скажет, что произошло, но я уже не удивлюсь ничему, да, что могло вдруг стать вот таким рычагом вспышки, ну, можно сказать, эпидемической вспышки, да, это 126 детей заразилось в этом лагере каким-то гонконгским гриппом. Откуда он там взялся, да, вот так массово, так резко и такой летальный. Ну, а сейчас, переходя к другой уже теме, которую я анонсировала в начале этого видео, хотелось бы рассказать о том, что происходит в мире МРНК-вакцин сегодня, МРНК-препаратов и вообще вот всей этой новой технологии, и как развивается вообще иммунизация в целом в мире, да, и вакцинация. Значит, интересный факт. У нас опубликовали на итальянских СМИ сейчас, и об этом очень много сейчас говорят на ТВ. Факт говорит нам о том, что в последние три года в Италии произошел абсолютно беспрецедентный рост заболеваний раком. Значит, в Италии зафиксирован рост раковых заболеваний за последние три года, пишут СМИ. В 2020 году, для примера, их было 356 тысяч случаев. 356. А в 2023 году статистика показала уже 395 тысяч случаев. Как пишут СМИ, этот рост считается очень сильным, очень высоким, очень резким. И вдруг мы видим интереснейшие вещи. Значит, смотрите. Интересно, что сразу несколько мультинациональных фармкорпораций, гигантов, можно сказать, фарминдустрии, это Модерна, Мерк и Пфайзер, резко объявили о том, что они начинают, в общем-то, ну, можно так сказать, гонку в производстве вакцин МРНК от рака. Давайте послушаем, что интересного сказал Альберт Бурла, президент и генеральный директор компании Pfizer, вот что на одной из последних пресс-конференций. I truly think the best days of Pfizer are ahead of us, because COVID was for me like a rehearsal, a provo generale, how you can mobilize an organization and do the impossible possible against a main disease. Значит, нам заявляют, что это все было, ну, какой-то, так скажем, генеральной репетиции, что компания Pfizer готова со всем, значит, усердием, со всей душой и сердцем броситься на защиту людей от страшной пандемии рака и, в общем-то, заявила о работе над МРНК вакцинами. Также мы видим, что компания Pfizer ошеломила медицинский мир, завершив сделку по приобретению CiaGen. Это небольшая фармацевтическая компания, занимающаяся лечением как раз-таки турбо-рака. За 43 миллиарда долларов приобрели эту компанию, корпорация Pfizer. А это приобретение означает, что Pfizer станет крупнейшей онкологической компанией в мире. Вслед за тем, значит, Moderna и Merck сообщили об успехах в испытаниях вакцины МРНК против рака кожи. Фармацевтические компании Moderna и Merck проводят исследования противораковой вакцины с МРНК, которая снижает риск смертности и рецидива от меланомы. Почти 79% пациентов, которым вводили вакцину, находились в ремиссии в течение 18 месяцев, сообщили компаниям на ежегодной встрече Американской ассоциации исследований рака. То есть мы входим в эру нового типа иммунизации, уже от вот таких страшных, якобы неизлечимых заболеваний, при помощи новой технологии МРНК. Если вы думаете, что все это происходит где-то, значит, вдали, в каких-то там Европах и так далее, то вы очень сильно ошибаетесь. Потому что вот газета .ru пишет нам 2 октября 2023 года о том, что в России срочно разрабатывают эту самую МРНК-вакцину для лечения агрессивного рака. То есть абсолютно одна и та же тенденция, работают просто над одними и теми же вещами по одной и той же методичке. Итак, Академик Гинзбург. МРНК-вакцины можно применять для лечения рака, когда другого способа нет. Все МРНК-вакцины имеют серьезные побочные эффекты, которые могут угрожать жизни человека, поэтому их можно применять только в том случае, когда другого выбора уже нет. Например, для лечения агрессивного рака. Внимание, об этом напрямую сказал Александр Гинзбург. Я оставлю вам ссылку. То есть мы сталкиваемся с фактом, что нам напрямую говорят, да, побочные эффекты есть, они опасны. Но мы все равно предлагаем вот такой вариант лечения. Ну окей, значит, в 2023 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман за разработку метода синтеза МРНК, который лег по основу первых вакцин против COVID-19. МРНК-технологии имеют большое количество побочек, в том числе миокардитов, как внешней, так и внутренней оболочки сердечной камеры. Они возникают за счет того, что наша иммунная система воспринимает те липиды, в которые упакованы МРНК, как чужеродные. Кроме того, МРНК в плане эволюции нонсенс для организма, когда оно вводится в таких количествах, как при вакцинации, и он воспринимает, то есть организм воспринимает их как чужеродные. В результате в организме возникает сильнейшее воспаление, объяснил Гинсбург, друзья. И это сказал Гинсбург. Я чисто цитирую. Однако, по его словам, эти вакцины все же можно применять в редких случаях, например, при меланоме. Созданием подобных МРНК-вакцин против онкологических заболеваний занимаются в центре гамолеи. Мы продолжаем создавать МРНК-вакцину против онкологических заболеваний. В этом случае окна выборов не существуют. Например, при меланоме использование МРНК-препаратов позволяет создать очень мощный иммунитет, сказал Гинсбург. Ну и последняя новость, которая облетела сейчас в России все СМИ, говорит нам о том, что, оказывается, в России в скором времени информацию о родителях, которые не прививают своих детей, будут передавать в органы опеки. Такое произошло уже в Екатеринбурге. Мы начали передавать информацию о родителях, которые не ставят прививки своим детям в органы опеки, чтобы они воздействовали на родителей и принимали меры. Заявил замруководителя Свердловского Роспотребнадзора Пономарев. Что ж, друзья, новости такие. Выводы делайте сами. Мы находимся на площадке, где я уже на грани хожу. То есть некоторые вещи здесь говорить нельзя, некоторые вещи цензурируются, ролики блокируются, каналы удаляются. Поэтому суждений я выносить сейчас никаких не буду. Я вам преподнесла новости, а выводы делайте сами. Я призываю вас обязательно подписаться на мой телеграм-канал «Новый мировой порядок сопротивления», где мы с вами 24 на 7 обсуждаем все новости в мире политики, в мире глобалистов, в мире вакцинации в том числе, и всех тенденций вообще наших сегодняшних трендов и глобального развития мира. У меня есть несколько телеграм-каналов, ссылки все под этим роликом. Друзья, мы держимся вместе. И до встречи.